В прошлом совете мне сказали, Алексей, а как бы тебе сделать так, чтобы у нас купили лимонарий? В смысле, лимоны здесь продают, представляете, да? Вы можете здесь купить настоящие лимоны. А, так вот я вам говорю, приезжайте и покупайте лимоны. Они чуть-чуть дороже, но каков результат? Вы ими вкушаете и понимаете сладость того, что производится прямо рядышком здесь. Прямо рядом с вами. Где все это делается? В лимонарии. А доехать сюда абсолютно несложно. Буквально 10 минут от города, с любой точки. А у нас присутствует радость. И радость очевидна. В свой новый визит в Наровчатский лимонарий нам было увидено гораздо большее число посетителей, чем в прошлый раз. Отсюда результат. Нас смотрят. Результат еще один. Продаваемое количество лимонов. Их тоже стало больше. То есть смотрят не только ТВ, но еще и интернет, и Ютуб. То есть события очевидны. Простите, но нас смотрят. Для того, чтобы вы поняли, что такое настоящий лимон, все-таки приедете сюда. Сейчас объясню. Настоящий лимон, цедра этого лимона, это просто кладезь какой-то. Придите сюда, посмотрите. Даже невзирая на то, что он чуть-чуть больше, чем тот, что вы покупаете в магазине. Поймите. Вот это настоящий грамотный лимон. Представляете, да? Такого типа. Я лимоны видел в Турции. Но потом все это дело приезжает к нам. Цедра сминается, сжимается, становится неправильной. То, что внутри так сминается, сжимается, остается что? Остается, ну, аромат. Цедра лимона очень богатая эфирными маслами, да? И понять-то надо. Если вы купили что-то, которое не пахнет, ну, я не знаю, вы, наверное, деньги просто выкинули. Понятное дело, что было бы хорошо, если бы у нас лимоны росли на улице. Но, извините, это Южный Урал, у нас лимоны не растут. Хотя есть место. Наровчатский лимонарий. Здесь лимоны растут круглый год. Представляете, приезжаете сюда и покупаете то, что вам необходимо. Ну, так вот, у нас будет два мнения. Человека-специалиста, который с лимонами, выращенными в Наровчатке, на ты. И лично мое мнение, но в интернете. История лимона вообще такова, что впервые именно китайцы обнаружили, что лимон – это лечебный плод. Его назвали словом «лиймун» к сочетанию двух китайских слов. Лечебным его определили еще до нескольких тысячелетий, до того, как вообще что-либо узнали о витаминах. Целебные свойства его были открыты впервые в связи с цингой. Заболевание, от которого умирало очень много людей, экспедиции, племена, деревни и так далее. И китайцы заметили, что тот, кто стал кушать желтые плоды лимона, постепенно стал выздоравливать. То есть впервые таким образом человек пришел к тому, что лимон – это все-таки лечебный плод. В лимоне полезно все, все об этом знают. Начинают его семян, заканчивая его цедрой. Она обладает очень многими свойствами уникальными. Во-первых, в цедре лимона содержится много фитонцидов, эфирных масел, очень сильных, которые являются антидепрессантами хорошими, например. Кроме того, фитонциды лимона, они полезны тем, что они убивают и стерилизуют все микробы в воздухе, стерилизуют воздух, делая его полезным. То есть здесь можно чихать кашлять, мы говорим. Это никому не во вред. Все гриппозники пусть едут к нам. Мякоть лимона полезна, конечно, витаминами. Но вообще цитрусовые – это кладезь витамина С. Но вот парадокс в чем, что витамина С много в других продуктах. Ну, например, в шиповнике в десятки раз. Например, в черной смородине. Но, тем не менее, предпочтение отдают лимону, говоря о витамине С. Почему? Сочетание витамина С в лимоне находится в форме аскорбиновой кислоты, которая делает его уникальным. Витамин С очень уязвимый. Витамин теряется при температуре, при хранении, то есть при нарезке лимона, он окисляется на воздухе. И поэтому в лимоне, в цитрусовых он находится в связи с его побратимым витамином П. Когда П и С вместе, П делают его более неуязвимым. То есть он сохраняется в целости. Поэтому всегда говорят, почему чай горячий с лимоном издавна считался целебным. Его нужно пить для здоровья человека. Чай сам по себе содержит витамин П. И поэтому, когда туда бросаешь еще и лимон с витамином С, получается очень хорошее сочетание, которое дает только пользу человеку. Но витамин С – это иммунитет человека. Об этом знают все, даже маленькие детишки, которые приезжают, рекламы свое дело делают по телевизору. И знают, что насколько много сегодня во мне витамина С, так буквально, настолько я защищен от всех инфекционных заболеваний, от вирусных болезней. По-моему, не только от вирусных заболеваний. Есть еще и другие вещи, да ведь? Да, конечно, прежде всего, цитрусовый используется для профилактики. Ну, например, я хочу сказать о мандарине. Например, мандарин – это плод, который люди обнаружили, самое первое его свойство – это кровоостанавливающие, рано заживляющие. Очень хорошо, когда какая-то инфекция, инфекционная ранка появилась на коже человека, например, сока мандарина ее лечить. Она убивает очень многие грибки, вызывающие кожные заболевания. Например, апельсин с давних времен ценился как антидепрессант очень хороший. Этот фрукт всегда использовался, например, рано утром, свежий сок апельсина для тонуса, поднятия тонуса человека, для иммунитета человека. То есть на целый день получаешь заряд энергии. Грейпфрут – вообще уникальный плод. Он еще очень мало изучен, но, тем не менее, сегодня доказано. Например, что это один из сильнейших ароматов в природе, аромат грейпфрута. То есть одна десятая доля грамма аромата грейпфрута даст нам 2000 бутылок лимонада, например. Маленький вопросик теперь возникает. А как вот с цедрой? Что с цедрой необходимо делать? Ну, первые свойства, например, цедры цитрусовых вообще, кстати говоря. Давайте объясним, что такое цедра цитрусовых, да? Да, если взять лимон и вообще цитрус другой, то у него структура такая, что он покрыт кожицей, желтая или оранжевая – это цедра лимона, кожура его. Под ней находится белая губка, ее называют альбедо, это флаведо, то альбедо. Альбедо – это губка, которая на самом деле в себе содержит почти в два раза больше витаминов, чем мякоть цитрусовых. Понятно. Поэтому, почему лимон, говорят, нужно кушать обязательно полностью таким, как он есть. Да, это круто и это результат. Да, пока ваши дети наслаждаются гулянием в тропиках, доехать до которых легко, и вам не надо лететь 10 часов, и 10 минут хватит. И по бензину, ну, максимум литр-два, если в пробках. И вы поймете, рай на земле очевиден, и он есть прямо рядом с вами, на Наровчатской территории. Ну, и надо понять, здесь не только торгуют лимонами, а торгуют лимонами вот такими, вот прям срезали, и вы его купили. Здесь еще и лимоны выращиваются. То есть, вот, пожалуйста, зеленый лимончик. Но то, о чем я вам сейчас расскажу, вы этого в эфире не увидите. Вы это увидите в телеканале YouTube. Фамилия моя Че Лейкин, это очень просто. Вбиваете, вбиваете мою фамилию Че Лейкин, две ешки. И поймете, что этими замечательными лимонами лечится не только ваш организм. Есть еще и другие проблемы, которые этими лимонами также лечатся. И вот для этого YouTube, и все станет ясно. Конечно, очень сложно, но надо это сделать. И когда вокруг здесь люди гуляют, мне необходимо вам рассказать об онкологии. Дело-то в чем заключается? Вы знаете, какая у меня болезнь, да? Ну, может быть, кто-то и не знает. Дело в чем заключается? В свое время меня открыл, мой череп открыл замечательный хирург. И он сделал все классно. Имя его Сак. Операция была суперски сделана. Посмотрели турки и сказали, что да, очень все хорошо было сделано. Единственное, был вариант, нехорошенький, мне это очень не нравилось. Когда вокруг меня сновали девочки, и я был закованный. Просить такого не должно было бы быть. Надо бы просто мне объяснить, как все это делается. Потому что я сейчас знаю, что и в Челябинске тоже иногда косяки вылетают. Но мне сделали хорошую операцию. После этого мне сказали, какая у меня проблема по онкологии. Здесь сказали, в Магнитогорске сказали, анапластическая троцитома, вторая часть. Ну ладно, хорошо. Я поплакал, естественно. Потом уже, когда я приехал в Челябинск, где я и проходил радио, мне сказали, что у меня третья часть. Плакал я гораздо больше. Пришлось купить ноутбук и в конце концов узнать, как лечить-то дальше. После того, как я приехал в Турцию, мне сказали, что у меня глиобластома, четвертая часть. То же самое, что у Жанны Фриске, представляете, да? Вот только Жанна Фриске после года лечения начала петь. А я начал вам все это дело показывать сразу же после того, как мне сделали операцию. После операции, после радиотерапии. То есть, ну, буквально два месяца я уже начал работать, представляете, да? Вот. Что такое мне сказали? И как бы я бодался с вами? Наверное, не как бы. Потому что по нашей классической онкологической практике глиобластома, и вы с ней будете жить всего лишь 14 месяцев после операции. То есть, я живу гораздо дольше, и дай бог, чтобы это было. Вот. Потому что я прошел замечательную химию. Химия была клевенькая. Вот. Тема дал. Понятное дело, что химию в России просто вам не пить. Если у вас какие-то проблемы, если вам говорят, что вам необходимо пить химию, вы уж попросите того человека, кто знает английский язык, а я это знаю, вот, чтобы он вам нашел это самое место. Я пил хорошую химию, тема дал. Вот. И по весьма приемлемой цене. То есть, три химии я пропивал за 1200 долларов. У нас эта химия бы мне стоила в 30 раз дороже. В 30 раз. 1200 умножьте на 30. И курс год. Нормально? Вы примерно поняли, да? Сколько бы я потерял здесь денег? 5 миллионов. Таких денег у меня, естественно, нет. Поэтому я не хотел бы вас напрягать, потому что... Дело-то в чем заключается? И вы уже ничего не говорите, потому что от онкологии умрет 65% населения. Да. Так оно и будет. Но, тем не менее, человек, который болеет онкологией, он сам себя стимулирует. Я начал молиться. Каждое утро я читаю молитву. Естественный вариант. Вот. И в остальном я не занимаюсь белибердой. То есть, я не курю, я не пью. Понимаете, да? То есть, те случаи, которые происходят в жизни, у меня уже не произойдут. Потому что я понимаю, что такое за проблема. Вот. И одновременно с химией, которую я пропивал, Вот. Я, естественно, каждый день употреблял сок граната. Я брал сок граната, точнее, гранатовый сироп, сделанный в Турции, и привозил его сюда. То есть, каждый день я выпивал, получается, по литру этого сока. Вы пили когда-нибудь гранатовый сок? То же самое, что вы и лимончик попьете, да? То есть, все сворачивается. И не так давно, буквально неделю назад я сюда приехал, и мне сказали, что здесь замечательные лимоны выращиваются. Я, естественным образом, залез сразу в интернет и посмотрел, как лимон вам гарантирует незаболеваемость онкологии, даже если вы заболели онкологией, как лимон противопоставляет себя той самой химии. Так вот, лимон, один лимон, эффективнее химии в 100 раз. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, те, кто заболевают, у тех, у кого есть проблема с онкологией, вам 100% необходимо приехать сюда. Конечно, вы можете где-то все это купить, но не факт, что это будет так работать. Что произошло за неделю? За неделю я показываю, что я делаю. После того, как я помолюсь, я вот так вот вырезаю лимончик. Вы хоть представляете, какой это вкус? Это настоящий кладезь какой-то. Говорят, что надо есть с цедрой. Мы это сейчас и сделаем. Вот так вот я удаляю семечки. Вот. Вот так вот я их удаляю. И вот так вот я их удаляю. Я не сильно люблю семечки, может быть, кто-то любит. Вот. И за последнюю неделю я съедаю 4 лимончика. То есть, я их вот так вот режу. Представляете, да? И потом делаю вот так. Казалось бы, что вы бы могли видеть на моем лице. Глаза у меня не становятся квадратными. Точнее, ближневосточными. Хотя аромат еще тот. Но тем не менее, вместе с гранатовым шоком я отъем. Понятное дело, что у меня не будет ничего. И ничем я не заболею. Потому что это суперсредство. Так вот. Что такое? Так и есть. Все. Супер! И вот сейчас глаза начинают квадратить. Но тем не менее, это необходимо делать тому, у кого онкология. Просто приедь сюда. возьмите себе четыре лимона каждый день. Каждую неделю вы можете приехать сюда. И потом уже понять, что вместе с химией вы можете работать и жить гораздо дольше, чем вам это дело расскажут ваши замечательные врачи. Мои же врачи говорят мне, Леша, молись и живи дольше. Что я и буду делать. Стоит ли ехать сюда? Да, стоит. Стоит ли везти сюда возлюбленную? Однозначно. Стоит ли ехать сюда за впечатлениями лучшими? Естественно, как и то, что стоит сюда приехать на свадебку. Кто-то, кстати, может и здесь ее провести, ну а кто-то может приехать пофотографироваться. Понятно, конечно, зелий, но когда на вашем фоне лимоны, папайи и маракуйя с инжиром возникает вопрос, а где это? И на сей вопрос вы не отвечаете. Хотя, тот, кто смотрит, поймет и так. Конечно, вам сюда необходимо приехать и понять, что это такое. Потому что лимоны здесь продаются и продаются они круглый год. Просто приедьте. Даже если вы не купите себе ничего, вы просто зайдете, посмотрите и погуляете. Как, кстати, сюда приезжают гулять те люди, у которых, естественно, свадьба. И мы вам это покажем и продемонстрируем, что чем ли это не радость-то в тот самый момент, когда у вас ничего не получается или вы не поймете куда ехать, не приехать ли сюда посмотреть, понять и вкусить ароматные и аппетитные лимончики. Так что, господа, сюда и только сюда город с двумя престижнейшими горнолыжными центрами может показать и всем другим свой тропический уголок, в коем 400 видов растений, неприживаемых на Южном Урале и все это круглый год. Но чем это не радость-то, а? Так вот, мы себе тоже купили лимончики. Мы понимаем, что такое сорт юбилейный. Вот. Большие, крупные лимоны с замечательной цедрой и вы будете их кушать и понимать, что где-то рядом с нами делается все то, что было бы к вам привезено издалека, понимаете? А издалека что к вам везется? Да все не то, что нужно. Гораздо проще купить все прямо здесь. А прямо здесь, где это делается, это делается в замечательном лимонарии, который располагается на ровчатке.